Подошло время. Мы рады вас приветствовать всех на нашей Python-встрече, которая по традиции проходит в рамках серии встреч Одесса Тентокс при поддержке компании Logica. Сегодня мы представим вашему вниманию два доклада, открыт нашу встречу Саша Васильев, и он будет говорить усиление PyTest, наш первый спикер. Поприветствуйте, пожалуйста. После перерыва мы поговорим о Python Talks и о том, как помогает автоматизации. Этот доклад предстоит вашему вниманию Владимир Лутицкий, наш второй спикер. Вместе с вами, как обычно, будет время, чтобы пообщаться, попить кофе, поучаствовать в розыгрышах призов. Плюс сегодня наши докладчики подготовили для вас небольшой блок, Python Talks, они чуть позже расскажут об этом. Я хочу напомнить, что у нас на апреле, на май запранировано еще несколько встреч, и приглашаю вас добавить в нашу Facebook-группу, чтобы узнавать о новостях первыми, о анонсах, ну и следить за различными нашими активностями. Собственно, передаем внимание к тебе микрофон. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Саша Васильев. Я работаю в логике. Хочу немножко сегодня вам рассказать про Selenium. Bytest. Selenium – очень модная тема. Очень много веб-проектов. Их надо как-то тестировать. Поэтому это как стандартный фактор в индустрии. Кто, кстати, использует Selenium? Лимитирует. Не использует. Да, понятно. А питон? Хорошо. Тогда будет понятно, по крайней мере, о чем я говорю. Наша небольшая агента – это именно overview-overview. Мы не будем так четко следовать. Просто, чтобы вы примерно понимали, что у нас будет. Для тех, кто не использует Selenium, немножко, я думаю, стоит рассказать о нем. Selenium – это утилита, набор утилит для тестирования веб-прайв. То есть она состоит из нескольких больших составных частей. Это, собственно говоря, Selenium – веб-драйв. То есть реализации наших фреймворков для тестирования в разных браузерах. Но имеет реализации на разных языках. На Java, на Plotone, на JavaScript, на C++, даже на Peshit. Selenium IDE – это плагин к Firefox, который позволяет нам визуально записывать действия, тесты составлять и потом их воспроизводить в том самовсилении в IDE или экспортировать в формат JUnit и потом редактировать их в ручном режиме в IDE, идентифицировать и так далее. Selenium Cerch – это программа, которая позволяет нам обращаться к удаленной машине и запускать наши тесты, наши браузеры на удаленных машинах. Слышно говоря, Selenium Grid – это кластер Selenium серверов, который позволяет нам запускать тесты параллельно на разных машинах, на разных браузерах, на разных операционных системах. Слышно говоря, про операционные системы. Selenium – это мультиплатформенная и мультибраузерная. Тузак поддерживает огромное количество браузеров. Она поддерживает… Здесь всем видно. Свет достаточно мощный. Она поддерживает как стандартные браузеры, Firefox, Chrome, Explorer. Firefox будет наиболее полной поддержкой драйвером. Это фактически его дефолтный браузер. Для остальных браузеров нужно использовать драйвера. Драйвера предоставляются как Selenium, самая группа, которая пишет эту узу. Так есть и сторонние драйвера. Например, для Chrome – это отдельный драйвер, который поддерживается отдельной группой людей. Может не всегда успевать за обновление драйвера или самого Chrome. Что еще хочется сказать о поддержке браузера? Selenium поддерживает так называемый Headless браузер. Это HTMLUnit, Phantom.js и Analog. Что это такое? Это, в принципе, движок браузера, который не использует графическую оболочку. То есть если нам нужно запустить наши тесты на системе, которая не обладает графической оболочкой, допустим на Linux, мы используем вот эти варианты. Там есть свои ограничения, свои нюансы по использованию, но в целом это достаточно мощный инструмент, который имеет смысл использовать для экономии ресурсов. Например, если нам нужно запускать одновременно много параллельных тестов, которым мне нужен фактический интерфейс. Также у Selenium есть плагины, которые позволяют использовать его на мобильном системе. Мы появились не так давно, но тоже хорошие штуки. Картинка, честно, найденная на просторах интернета. Немножко показывает, что такое находится внутри Selenium. Тут, в принципе, я думаю, все понятно. Для тех, кому видно, к сожалению, увеличить я не могу. Поэтому придется поверить им, кто сидит ближе. Собственно говоря, для чего мы вообще используем Selenium в тестировании, скажем так? Что мы можем с ним сделать? По большому счету Selenium нам позволяет при помощи выбранного нами языка программирования, в данном случае Python, каким-либо образом взаимодействовать с нашей тестируемой страницей или приложением web application. Друго говоря, она позволяет искать элементы и взаимодействовать с ним. Для того, чтобы найти элемент, мы используем разные идентификаторы. Для тех, кто знаком с HTML, думаю, таким большинством, они в курсе, что практически у каждого веб-элемента имеются заданные атрибуты, такие как ID, name, class name и так далее. По всем этим моментам мы можем идентифицировать этот элемент и найти его при помощи Selenium для дальнейших наших каких-то грязных целей. В идеале, конечно, у нас в приложении или странице написано так, что у каждого элемента есть свой уникальный ID, по которому мы можем этот элемент просто и безболезненно идентифицировать и с ним работать. Это в идеале. Обычно идеал не достижим, поэтому элементы приходится искать какого балла. По ID, по имени элемента, если нет ни того, ни другого, то можно использовать и нужно использовать XPath. Это мощная утилита, которая позволяет находить элемент относительно его положения в общей структуре HTML. Мы указываем его положение или какой-то уникальный его атрибут и ищем таким образом. В общем, XPath — это хорошая тема, стоит пользоваться, стоит его изучить. На V3C есть хороший туториал по XPath. Он может сильно облегчить жизнь, это меньше. У нас тут есть пару примеров, собственно говоря, как можно найти элементы. Мы можем найти по имени элемента, в данном случае так более лайкин, допустим. Мы можем найти по XPath. В данном случае мы ищем по типу кнопка, которая отправляет форму. У нас есть классные, я думаю, все достаточно просто и понятно. Мы не будем останавливаться на таких вещах, как Wave или Element Reflipable. Это немножко выходит за рамки обзорной экскурсии и вселенной. Но, в принципе, по названию функции, я думаю, достаточно понятно, что в данном случае мы ждем, пока элемент появится и станет в случае кабель. После этого мы будем с ним что-нибудь действовать. После того, как мы элемент нашли, с ним надо как-то взаимодействовать. Обычно взаимодействие сводится к чему-то достаточно простому материальному, к такому, как отправить какой-то текст в поле или кликнуть по элементу. Это такие самые наиболее распространенные интеракшн, которые мы можем проводить с элементами. Но если у нас какой-то более сложный момент, допустим, у нас элемент находится в выпадающем списке, и изначально он не виден, то есть он не показывается пользователю, и мы не можем напрямую сказать лениуму, кликнуть по этому элементу. Обычно пользователь просто наводит курсор на выпадающий список, получает доступ к элементам, делает дальнейшие замерения. Что мы можем сделать для того, чтобы справиться с этой ситуацией? AdWords Drive предоставляет такой полезный инструмент, как action. Это, грубо говоря, последовательность действий, которую мы записываем и потом воспроизводим. В данном случае мы создаем, надеюсь, всем видно опять же, элемент action. И у него есть два степа. Первый – это передвинуть курсор к элементу, найденному заранее. Второй – кликнуть. Последняя строчка в данном листинге просто выполнит последовательность команд, которую мы записали. Очень полезный, очень мощный инструмент, особенно для сайтов, приложений, которые используют веб-планоль, так называемый, где много подвижных элементов, выпадающих меню, интерактивных элементов. Но нужно быть осторожным. По моим впечатлениям, action очень чувствительны к версиям веб-драйвера и браузера. Было такое, что Chrome, допустим, без спроса обновляется, и action перестают работать. Потому что как-то меняется внутренний механизм реализации уже в драйве. И нужно следить за тем, чтобы были соответственные версии, совместимые. Собственно говоря, после того, как мы элемент нашли, мы с ним взаимодействовали, нам нужно как-то проверить результат взаимодействия. Иначе зачем мы это тестировали? Мы должны знать, какой результат мы получим на выходе. В нашем случае мы используем питон. В питоне есть встроенный уже ведущий к поставке вместе с ним модуль unit test, который предоставляет нам определенные уже готовые функции для тестирования. В данном случае мы говорим о функции assert. Это проверка. После того, как мы выполняем определенные действия, мы можем проверить результат с помощью функции assert. В unit test есть много видов assert. Их, помню, штук 10 разных. Здесь были 4, таких самых простых, понятных. Для чего это нужно? Внизу у нас listing. По большому счету, в данном случае мы ищем какой-то имен. В данном случае сообщение об ошибке. И следующей строкой мы проверяем, появилось ли это сообщение. Если да, то assert прошелся. Если нет, то выведется сообщение, и тест будет помечен как фейдинг, как упавший. Это для сравнения. Есть разные ипосеты для разных типов данных, для разных проверок. Боюсь, там один отнимут совсем в конце, но у нас здесь в качестве примера небольшой listing. Самый простейший тест, который мы используя OutDrive. Заходим на страничку Internet. Вводим имя и пароль. И проверяем, появилось ли у нас сообщение об ошибке или нет. Здесь не указано, что мы ищем поле login, поле пароль. Что мы вводим туда какие-то данные. Это все обернут на функцию просто login и вынесено в отдельный класс, чтобы не захламлять листик. Там ничего сложного нет. Как было показано выше, мы просто ищем элемент. В данном случае, допустим, поле name. И send-кейсом вводим туда какие-то наши заранее заданные значения. На что здесь не хотелось бы обратить внимание. Первое, это то, что у нас тестовый класс наследуется от unit test-case. Для того, чтобы получить доступ, собственно говоря, к assert. И двух функций, которые в самом начале класса. Это функции setup и data. Что это такое? Это redefine функции, которые призваны облегчить нам жизнь. Они вызываются автоматически перед каждой нашей тестовой функцией. И выполняют те действия, которые мы в них указали. В данном случае функция setup называется перед тем, как мы вызываем функцию test-case. И создает наш браузер. В данном случае будет вызван Firefox. И указывает время ожидания элементов приборства в 10 секунд. Функция ferdown, соответственно, по завершению нашего тест-кейса корректно закрывает Firefox. Чтобы он не висел, не жрал память. В данном случае, возможно, не совсем оптимально, конечно, используется, но это для примера. Потому что вызывать браузер перед каждым тестовым случаем – это не самый хороший. Можно вызвать его заранее, в начале где-то. А в setup-underdown, допустим, задавать какие-то cookies, переходить по каким-то определенным страницам, логинить пользователя. Потому что мы предполагаем, что все тесты у нас написаны правильно. Все тесты независимы друг от друга. И поэтому можем использовать setup-underdown для какой-то подготовки тестового окружения. В самом деле, еще много возможностей. Но это уже, опять же, выходит немножко из рамки нашего обзора. Поближе, вдруг кому-то было не видно. Теперь мы… А что у нас? Паст. Паст. Паст — это, честно говоря, я забыл удалить. Он используется для пустых функций. Если у нас функция пустая, но мы хотим оставить ему объявление, то мы просто пишем pass, она висит. То есть здесь он не будет делать ровно все там ничего. У нас будет корректно завершать драйвер и потом отрабатывать pass. То есть никакого сакрального смысла в середине действия вообще. И он если что-то не заметит. Пожалуйста? Да. А сетап он открывает, как мы сказали, идет доступ к странице или сам браузер? В данном случае он открывает браузер. То есть это объект типа вебрайдер. И мы получаем доступ ко всему браузеру. То есть страницу мы получаем уже чуть-чуть позже. Вот в test input мы получаем driverget. Это мы уже переходим на нужную нам страницу. Если бы мы driverget вынесли в тот же сетап, то мы бы создавали браузер и сразу переходили на эту страницу. Для всех наших последующих тестов. Можно как-то чуть-чуть. Можно туда. А ты нам заслоняешь просто. Вы можете пересесть сюда поближе. Еще вопрос. Это уже дальше можете принять ограниченное количество моих тестей. Он и сам найдет, сколько вы их там записали, какого его имя будет? В данном случае для unit test он найдет все то, что у нас будет в этом файле. А вот внизу unit test main то, что мы запускаем. Если мы хотим использовать разные классы, разные файлы и использовать их тесты, мы должны будем писать отдельный пас, который будет собирать тест кейсы и их запускать. По умолчанию он ищет функции с префиксом тест. То есть он их считает за тестовые функции. Вот как раз хороший был вопрос. Он нам позволит плавно перейти к следующей нашей теме. Это PyTest. Что это такое? Это клевая штука. Это фреймворк, утилита, которая нам позволяет эффективно наши тесты ранить. Эффективно их запускать, эффективно получать результаты работ, использовать более простые и понятные assert. Сейчас мы это все разберем. Собственно говоря, вот как раз в одним из первых пунктов у нас идет определение тестов в PyTest. Это не аналог тестов NG? Это именно аналог тестов NG. Они как раз предназначены для одних и тех же вещей. То есть они создают репортинг, они позволяют инфигулировать наши тесты. То есть тот, кто работал с тестом NG, в принципе, имеет представление о том, что такое PyTest, для чего он нужен. Примерно как он нужен. Кто работал с тестом NG? Немного, кстати. Или остальные не скрываются в логере Python. Хорошо. Так вот, PyTest. Первое, чем он приятно отличается от ViniTest, это тем, что он умеет автоматически искать наши тесты. Мы можем просто написать в файл функцию, начинающуюся с прайзекса теста, написать туда неогречное количество этих функций. Потом запустить PyTest, и он самостоятельно в папке найдет наш файл, определить там тесты и их запустить. То есть ему не нужно никаких дополнительных вещей, типа, как я говорил, предыдущие сайты дополнительные функции для поиска тестов, для запуска. Надо сказать, что просто запустить PyTest, и он в автоматическом режиме все определит. У него другая система осердных немножко. Кстати, немножко детали о том, как PyTest ищет тест. Если ему не указан файл, который стоит запускать, то он будет рекурсивно искать по директориям, пока не убьется конец сайгурсии или запрещенной директории. Он будет искать по обучению PrefixTest или SufixTest и их пытаться запустить. Это все настраивается, можно будет поменять это, как вам удобно. Как-то так. Осерд. Надеюсь, все еще помнят наш предыдущий осерд. Достаточно длинная строка была. Осерд equal. Что мы сравниваем, что мы должны получить? При использовании PyTest мы, во-первых, как можно заметить, не должны наследовать нашу функцию ни от чего-то. То есть нам не нужно использовать testCase или test. Можем просто описать функцию. И осерд выглядит вот так. Просто осерд. Это достаточно мощная на самом деле вещь, которая имеет много чего сравнивать, много чего показывать. Например, как вы думаете, после такого осерда что мы получим в выводе, что мы запустим PyTest? Ожидалось, что равные, а реально один и второй. Есть начальния перемена. Неравные. Есть варианты. Что мы получим? Мы получим, естественно, false. Но, что гораздо более ценно, мы получим много дополнительной информации о том, что произошло. Если unit test нам по умолчанию просто скажет, у вас упал тест вот на этой статье, вот этот осерд завалился, то PyTest нам покажет почему. Сейчас он нам очень любезно подсказывает, что у нас разное количество, разные элементы. Очень приятно. При этом это еще не максимальный verbose. При запуске с ключом minus V, он еще более развернутый отчет сможет нам показать по поводу error. Мы тоже можем конфигурировать эти ассерты по-разному, чтобы наводились месседжи на упавших ассертах, чтобы они пропускали в тестах, которые мы заранее определили, как должен упасть и так далее и тому подобное. В этом мы поговорим чуть позже, когда будет нам передать фикстуру. Что-то говоря, ассерты умеют сравнивать из коробки строки последовательность словари и показывать развернутый output. Тут немножко поменять достаточку по фикстуре. К большому счету, что такое фикстура? Это заранее определенные функции или функции, которые мы сами заранее определили. Которые приводят нашу систему в определенное состояние перед тестированием или после тестирования. Или модифицируют каким-либо образом. Самый яркий пример фикстур – это setup и tear down, которые мы использовали еще ранее в unit test. Это можно сказать, как redefined фикстуры в unit test. В пайтесте их нет. Но я чуть позже покажу, как мы можем их реализовать. Достаточно простым и приятным способом. Чем еще фикстуры отличаются от обычных функций? Тем, что их использовать мы можем, просто передавая им как параметр нашу функцию, где они нам нужны. Сейчас я подхожу. Фикстуры определяются, в принципе, так же, как и тесты. Пайтест автоматически умеет их искать в нашем проекте. То есть он начинает с того класса, в котором мы находимся, потом по модулям заглядывает в .onv test.py. Это файл, в котором мы можем тоже определять фикстуры, которые потом будут использоваться в разных модулях или в разных классах. Не проблема. И потом он их ищет. В каких-то плотинах тоже есть какие-то фикстуры. Теперь, собственно говоря, что такое фикстура на примере. Это будет намного проще, быстрее, чем объяснять теоретически. То есть, по большому счету, что мы здесь делаем? Мы определяем функцию drive. И перед ней ставим аннотацию, что это наша фикстура. В этой функции мы создаем опять же объект drive, Firefox, наш browser. И в конце возвращаем. Что интересно. Внутри этой функции мы сразу определили и teardown функцию. У нас две функции setup и teardown. Одна. Которая автоматически, когда этот объект уже не нужен, когда он выполнил все эти функции, его закрывает. Так, как мы напишем. За это отвечает параметр request . Который вызывается, когда объект заканчивается в работе. И как мы используем фикстуры. Внизу наша тестовая функция, которой в качестве параметра приходит имя фикстуры. Это все, что нам нужно для их использования. То есть, фикстуры обладают тоже огромным полем для деятельности. Они очень гибкие. Вы можете сами создавать абсолютно любые функции, которые вам нужны, которые вам нужно использовать перед, в данном случае, после, во время. У фикстуры есть область видимости. То есть, вы можете создать фикстуру, которая будет использоваться перед каждым тестовым случаем. Фикстуру, которая будет использоваться только при старте класса. Или которая будет использоваться один раз при запуске вообще. Они для того, чтобы не перегружать код. То есть, допустим, у нас есть одна фикстура, которая при запуске всего процесса тестирования один раз создает объект правда. И куча тестовых функций, перед которыми называется фикстура, которая переходит на нужную страницу. Грубо говоря. Простой примитив. Вот способ сделать то же самое, что на предыдущем слайде, только в еще более сжатой форме. Yield автоматически позволяет писать, как нам закрывать объект или что мы делаем. Вот такая вот приятная особенность. Можно еще написать так. Если по фикстурам нет каких-то особальных вопросов, можем двигаться дальше. Я понимаю, что это не самая простая тема для объяснения на пальцах, но я старался. Реквест. Что было? Реквест — это дефолтная конструкция. Из пайтеста, да? Да. Нужно ее использовать в таком виде для того, чтобы объект закрывался, когда он больше не нужен. Это декоратор, который вместо функции возвращает какую-то объект? Ну да, можно и так сказать. Хорошо. Будем считать, что всем понятно. Пайтест нам еще дает такую прекрасную возможность, как параметризация тестов. Иногда нам нужно выполнить один и тот же тест с одним и тем же содержимым, но с разными какими-то параметрами. Для того, чтобы не городить циклы, не городить какие-то параметры для запуска и прочее, мы можем просто указать в декоратор параметр и выбирать, передать имя параметра, которое будет передаваться, и указать параметры, которые мы будем использовать. В данном случае у нас есть два экземпляра VODRIVER. На что здесь стоит обратить внимание, это на то, что мы VODRIVER называем не так, как раньше. Если раньше мы просто вызывали VODRIVER и назывался локальный VODRIVER на нашей машине, то здесь мы используем VODRIVER REMOTE. В данном случае он обращается по ссылке, по URL, в данном случае к SELENIUM VODRIVER, где у нас установлен и запущен SELENIUM SERVER. То есть мы получаем доступ к удаленному браузеру на удаленной машине при помощи SELENIUM SERVER, SELENIUM VODRIVER, можно так сказать. Нам не обязательно использовать только свою машину для тестирования. Очень удобная и полезная фишка, но к ней чуть позже еще вернемся. Наши функции. В параметрах мы указываем имя параметра Drive, и указываем, что он может принимать значения ChromeDriver или FirefoxDriver. При запуске данной тестовой функции у нас вызовется два браузера на разных машинах, которые выполняют одну и ту же функцию в данном случае. Очень удобно. Мне нравится запускать удаленно тесты. Есть еще один способ запускать тесты удаленно при помощи Bytest. Это плагин к Bytest. Называется Bytest. Что он нам дает? Он нам дает возможность запускать тесты в параллельных потоках. Как на одной машине, так и на удаленной. В данном случае он может создавать как отдельные процессы, так и просто создавать разные окна в браузере. То есть если мы хотим локально запустить тесты в несколько потоков, мы пишем Bytest.minus.m5 Будет запущено пять окон в браузере. Потом планировщик Bytest пройдется по нашему тестовому файлу. И спланирует тесты таким образом, чтобы они были запущены с максимальной эффективностью. То есть не факт, что он запустит сразу пять. Он может сначала запустить два, прогнать их, по завершению запустить оставшиеся три. Я, к сожалению, не знаю. Такая вот питонская магия. Гибкость. Коша, так становится рекорд. То есть это будет один файл и все полночетно. То есть, допустим, если заполнить Bytest и заберем параметр рекорд, он все загонит в один параллель. Да, это будет считаться им в браузере. Мы можем при помощи Bytest также запускать наши тесты на удаленных машинах при помощи его встроенных функций. Это показывает наша вторая команда. При ее выполнении он при помощи R-Sync синхронизирует наши тесты на разных машинах и постарается их запустить. Здесь уже есть нюансы. Например, такой, что перед тем, как использовать эту функцию, нужно будет скачать с сайта Bytest определенный дискриптик и запускать его на удаленных машинах. Плюс, само собой, удаленные машины должны быть соответствующим образом сконфигурированы. Они должны уметь подключаться по SSH, они должны уметь все соответствующие программы. Маленький вопрос. Когда мы запускаем тесты параллельно в несколько потоков, элемент WebDriver создается для каждого потока свой или... А это уже как написаны наши тесты. То есть, в принципе, возможно создать один элемент WebDriver и тесты будут его использовать одновременно. Скорее того, из них нет. Да, я думаю, что так реально. Если мы одновременно будем обращаться к одному и тому же драйверу и переходить на разные страницы, то, скорее всего, будут выполнены тесты только на последней странице. Перемешку как-то они будут фейлиться. То есть, это уже такой вопрос. При изучении. А если запустить 2 драйвера, 2 драйвера и 2 драйвера... Так можно, но без проблем. Почему нет? А передачу данных между потоками не умеют делать? Возможно, умеют, но я с этим не сталкиваюсь. Это вообще потоки или процессы? Он вообще потоки запускает или процессы? Может и так, и так. В зависимости от расстройки. Тема большая, тема скользкая, сложная. Так. Дальше немножко отойдем от особенностей тестирования. Поговорим немножко о такой вещи как continuous integration. Скорее всего, если вы работаете в большом проекте, у вас есть такое понятие как continuous integration. Сборочные, и так далее и тому подобное. Кто работает с continuous integration? С каким? Где-то 30. Что в данном случае я хочу вам сказать? Хочу вам сказать о таком полезном сервисе как Travis. И что он делает? Если у вас проект на GitHub, и вам нужно где-то запускать тесты, чтобы это можно было расшарить с другими людьми, которые находятся с вами, допустим, даже не в одной локации, чтобы тесты запускались автоматически при изменении хода, при коммитере. Можно использовать Travis. И браузерные тесты тоже там можно запускать? Да. Можно запускать браузерные тесты, но только если мы используем Headless Browser. А реальные? Да. Реальные нельзя. Какие? Реальные. Это будут вполне реальные тесты, но просто с использованием не Firefox, а, допустим, HTML Unity. Если ваш тест не привязан к какой-то графической составляющей, если вам не надо физически нажимать на ганг, и достаточно просто взаимодействовать с HTML-кодом, то вы вполне можете использовать данную ганг. В принципе, ничего не мешает использовать его следующим образом. Мы создаем наши тесты, но они ранятся не локально на Travis, а создают удаленные connection к машинам, где есть графическая оболочка и выполняются там. Я об этом сейчас поговорю. Предварительно запуская их в область. Да. То есть у нас, грубо говоря, инициализатор будет находиться в область, а реальные тесты будут управлять на каких-то машинах, которые мы заранее подготовим. Так вот, Travis. Для запуска наших тестов на нём, собственно, всё, что нам нужно, это репозиторий на GitHub с нашим кодом и конфигурационный файл, который называется Travis.WinMath и имеет примерно такое содержание в самом простом варианте. Мы выбираем, в какой версии Python мы хотим работать, имеем какие-то определенные степы при конфигурации, которые верят запуском наших связанных приложений. В данном случае мы говорим о виртуальной машине, которая будет подниматься на Travis, о том, что дисплея у нас точно нет. Использовать вконик виртуальный, поэтому вывода никакого у нас из него не будет. Устанавливаем Selenium, устанавливаем requirements, которые нам нужны для тестирования, и в самом конце запускаем контент. Самый простой вариант. В Travis очень много redefinning уже вещей, например, Java там уже будет на машине, которая будет создана по-разному. Selenium будет не качать с его сайта, если мы не скажем жёсток, будет использовать свой репозиторий. Достаточно продвинутый сервис. Теперь немного поговорим, вот как раз был вопрос по поводу, какие мы можем тесты запускать на Travis. Если нам совсем нужно запускать тесты с графической оболочкой, но у нас нет под это машины, или у нас нет мощности, или у нас нет достаточного разнообразия зоопарта машины, мы можем использовать другой хороший сервис, Source Apps. Он платный, но есть реальный период. Что они делают? Они предоставляют ресурсы для тестирования, для Selenium. У них есть большое количество разнообразных машин, с разнообразными браузерами, с разнообразными конфигурациями, которые мы можем использовать. Используем мы их очень просто. Как я показывал чуть выше, мы создаем наши объекты драйвера, как remote web driver, только в качестве целевой машины мы указываем машины внутри Source Lab, которые нам выдали, мы знаем их, и, собственно говоря, можно построить красивую схему. Кто-то коммитит в наш проекте BitHub, Travis автоматически подхватывает изменения входа, выполняет все наши шейки, запускает тесты. Они вызывают, соответственно, remote connection к машинам на Source Lab. Все это выполняют, собирают репорты, и мы получаем в централизованном месте репорты статус билда и доступные ко всем. Очень хорошая связка получается, если нужно реализовать максимально разнообразное тестирование с минимальными движениями. Вопрос. Если, допустим, один ревелопер закоммитывался, идет, и в это время коммитится другой ревелопер, он сделает потом? Он просто создаст для второго коммита отдельную директальную машину и сразу же так. Там же задачи в очереди стоят? Он либо поставит задание в очередь, либо запустит отдельную ревелопертуальную машину. Проблем у него с этим нет. Значит, это хорошо. То есть, каждый коммит бывает с тестами или на опции какие-то есть? Можно настроить как-либо, но по волочанию стоит в том, что каждый коммит – это запуск. Не коммит, а пуш. Пуш. Ну, да. Ревелоперты, соответственно, будут раздельные по двума, тем рано будет видно. Да. Будет видно, где и на чём. Вы в работе используете этот праузер? Да. Да. Использовал он. То есть, вы ранили там только HTML, юнит и вот эти headless? Да. Там я ранил именно HTML, юнит, headless-браузер, потому что у нас не было привязки к графике. Нам это было не нужно. Но ради интереса я настраивал запуск теста в Travis, который подрывает браузер на моей локальной машине. Просто чтобы проверить. Ну, отлично работает. И главное, чтобы у вас было... Это бильный конект. Да. Ещё немножко о continuous integration. Думаю, Jenkins знают и слышат многие. Всё очень распространённая утилита для continuous integration, собственно говоря. О чём я хотел сказать в данном случае. о том, что как настроить джогу, как получать куки и прочее, мы говорить не будем. Мы поговорим о том, что мы можем сделать красивый репорт. Ну, как красивый. Дефолтный репорт, который нам может зайджать. Чтобы у нас был хоть какой-то. Потому что кастомры любят репорты, хотят видеть какие-то реальные результаты. Это самый простой способ мы их показать. Мы запускаем PyTest с ключом gmxml. В котором будет значение имени файла, в котором этот отчёт будет получен. То есть на выходе PyTest нам сгиневирует отчёт в стандартной JUnit форме. И в настройках buildup мы можем поставить джент-патегалочку, публиковать JUnit. Он их автоматически послерана подхватит. Если они были, конечно, созданы, если у нас всё успешно закончилось, и покажет нам какой-нибудь такой простой и сердиный способ показать графические результаты без каких-либо дополнительных подвижений с нашей стороны. Предполагается, конечно, что мой джентльс, у вас уже кто за одно слово. А в PyTest нету дефолтового отчёта? Насколько мне известно, нет. Он не генерирует. То есть то, что ты видишь в консоли и всё, не больше? Да. Есть плагины, которые генерируют разнообразные вещи. То есть, например, можем использовать плагин PyCoverage, который нам может красиво показать для unit-теста в данном случае покрытие кода тестами с графиками, с HTML-страничками. Но для web-драйвера я не знаю такой плагин, который можно применить быстро и без коллекции. Если вдруг кто-нибудь узнает, скажи, было бы вас. Это, в принципе, всё, что у меня было поведать. Я с удовольствием отвечу на какие-то вопросы, которые не были заданы ранее. Есть вопросы. Это по поводу некоторых событий, которые возникают, допустим, если тест появится. То есть, например, тест запрыгнулся, я в этом время хочу снять скриншот со страницы и этот скриншот аккуратно прилепить. Как я могу остановить это событие? Что тест запрыгнулся? В принципе, можно использовать те же самые траги. Нет, ну, например, остальные. Можем использовать фикстуры, которые будут при вызове завершающего ипс аналайзера делать скриншот. А как я могу узнать, что этот тест запрыгнулся? То есть, сейчас я беру скриншот на каждый пройденный зашли. Проверить статус этого теста. Скоро байфай. Я боюсь сейчас это слишком долго обсуждать. Обсуждать, давай подойдешь в срыве. Такая возможность есть, без особых кастерей? Я думаю, да. А такой вопрос еще. Как вообще из этого опыта, если у тебя, допустим, накапливается с твоих тестов, ну, допустим, 500. Насколько, когда ты прикручиваешь contingency integration, насколько стабильны вообще эти тесты? То есть, не появляются ли там процентов 10-20 тестов, что-то назовем, флаги, которые падают, вообще непонятно из-за чего. И, допустим, при том, что должна, к примеру, скажем, ветка, в которую девелопер входит, чтобы была возможность мержиться в мастер, а нужно пройти какой-то там coverage тестов. И вот из-за этих флаги тестов, уже говоря, не проходится порог по проценту, да? И все, то есть, приходится это все дело ранить заново из-за того, что… Да, безусловно, бывает. Особенно, если мы используем графические версии браузеров, то тут могут возникать проблемы банально уже на стороне браузера. То есть, если мы запускаем 500 тестов, и из них по статистике у нас просто в браузере что-то влюблено, он дольше будет грузиться, чем обычно, или еще что-то. Всегда есть вероятность того, что он упадет просто по какой-то непонятной нам причине. А что у вас на практике? Что вы применяете в документах? Отключаете их временно или что? Если тест падает стабильно, один и тот же тест, то тут уже надо смотреть именно в сторону теста. Значит, мы там что-то явно накосячили. Окей, понятно. То есть, если происходит какая-то регрессия, значит, надо это тоже починить. А если тест стабильно падал по проблемам внешним, неизвестным нам, не относящимся к внутренним тестам? Firefox. Ну да, Firefox обновился, Chrome обновился, он начнет стабильно падать, но это будет виден. Будет падать не только один тест. Ну да, тут уже понятно, по крайней мере, хотя бы куда смотреть. Такие файлы ченятся очень быстро, в течении 5-10 минут. То есть, 5-10-10, если не понимаете правду Firefox. Это не файл, который ченится 3-4 лет. Это очень легко починить. Открутить Firefox? Не в том плане, что не загружается на правду. А, например, в определенной версии Firefox не нормально работало с Selenium. Потому что с Selenium WebDriver, второй версии, не держал конкретно вот эту версию Firefox. Потом они подпицы. Ну да. Вот у них есть между собой некоторая, скажем так, нелюбовь, что ты сказал. Ну да. А кому... Есть опыт применения вот этой... Не знаю, это правильно, это библиотека или все-таки это тулзал? Скорее, библиотека. Используете ее внутри какого-то фреймворка на свои принципы BDD или KeyWords? У меня, к сожалению, нет. Какая? Hyper. Может быть у моего коллеги будет такой опыт. А вы используете какие-нибудь врат для населения в своих тестах? Или вот так Goal API и все их поднал? Нет. Вообще, конечно, стоит использовать обертки, стоит использовать хотя бы такое понятие, как page object. То есть просто создавать уже готовые функции для того, чтобы каждый раз написать поиск элементов и использование каких-то стандартных вещей типа логина. Естественно, стоит писать, каждый раз вращаться просто по API не очень хорошо. Это не быстро, конечно. И обе поиджонки, а еще что-то? У меня был поиск, который я имею в виду. Я конкретно не использовал, у меня не было настолько масштабных декабря. Но вообще активно используется. Свои оперы или какие-то готовые? Готовые. Я даже не знаю. Я не знаю. Не, ну да, если поискать, то, в принципе, байк не будет очень много в таких библиотеках и обертках. Стоит это? Попробовать что-нибудь так? Да, если его API. Потому что могут быть какие-то проблемы в этих обертках, которые не вытисли, не детестили, не проверили. А когда это 500 тестов, вдруг какая-то проблема обертка и вылазит, то его будет не очень весело искать. Кто-нибудь еще? Я думаю, всем будет интересно получить ссылки на описание этих ресурсов. Про Тревеса. Может быть где-то мануалы по настройке. Это уже отдельный разговор. Мануалы по настройке. Наверняка они где-то есть. Ну да, в интернете. Это в рамках работы Девоксом? Или в своих каких-то проектах? Нет, это в рамках жизни. Хорошо. Если вопросов больше нет, то, я думаю, рассказал все, что хотел. Всем большое спасибо за внимание. Привет. У нас очень много вопросов задавал молодой человек. Я могу рассказать вам по поводу отчетов? В общем, я... О! Упитывал много. Пройдите. Я могу микрофон? Я могу так. Хорошо. Это было бы очень классно. Тогда у нас хорошая традиция. Самому активному участнику мы дарим памятный сувенир. Спасибо. Спасибо тебе за доклад. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Хочу напомнить, что кроме кофе, чая и неформальных разговоров у нас запланированы небольшие live talks. Может быть, ты расскажешь в двух словах, как бы, чего нам ждать во время кофе-брейка? Ну... Летний тост для того, чтобы взяли и сделать кофе. И... Вдійшли и посмотрели на экран, как там бегают какие-то команды. И я расскажу про опыт работы с Google Up Engine. Какие проблемы мы там решили. Также на уровне экосистемы. Кстати, Александр переписывал ту, которую я нашел, а я его юзал потом. Так что у нас будет какой-то пивный, я буду его пытаться, что это делается. И заодно показывать, как он работает, и биологично, какие проблемы мы привлекли. Так что, делайте себе кофе, я в этот час попробую шесть на алкоголь. Спасибо.